Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Land Rover Defender. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнем мы, как всегда, с двигателей. Короткий период времени в самом начале производства Land Rover Defender использовал безнаддувный дизель объемом 2,2 литра мощностью 60 л.с. Вскоре он был заменен 2,5 литровым дизелем, который просуществовал до середины 90-х годов. Для владельцев, не нуждающихся в динамике, его потенциала вполне хватает. Чуть позже появился 2,5 литровый турбодизель с непрямым впрыском, но он довольно быстро уступил место 200 TDI, позаимствованному в Discovery 1. В середине 90-х годов под капот попал 300 TDI. Что интересно, 300 TDI и 200 TDI имеют рабочий объем 2,5 литра, но отличается оборудованием. В 1998 году в ассортименте появился TD5. Новый турбодизель обладал той же динамикой, что и 300 TDI, но стал экономичнее. TD5 более уязвим от топлива плохого качества, зато имеет более надежный привод ГРМ цепного типа. Четырехцилиндровые TDI нередко подводили своих владельцев неожиданным разрывом ремня ГРМ. Еще одна ахиллесова PTA TD5 электроника. Проблемы с запуском или внезапная остановка двигателя почти всегда на совести иммобилайзера. В холода порой начинают подставать топливные насосы. Чиптюнинг нередко приводит к повреждению дорогостоящего выпускного коллектора. Гораздо меньший выбор у любителей бензиновых двигателей. В списке предложений присутствовали четырехцилиндровые блоки объемом 2, 2,2 и 2,5 литра. В ассортименте имелись даже V8, карбюраторные и инжекторные объемом 3,5 и 3,9 литра. Но такие моторы были доступны в основном в США, как и рядный 2,8 литровый мотор BMW. Наверное, многим приходилось слышать о проблемах с Land Rover Defender. К сожалению, это правда, но следует принять во внимание тот факт, что большинство экземпляров эксплуатируется в экстремальных условиях без всякой подготовки, что губительно для любого современного автомобиля. В первую очередь необходимо быть готовым к различным утечкам жидкостей, моторного и трансмиссионного масла, охлаждающей жидкости. С этим можно бороться вечно, но победить удается не всегда. Другим больным местом являются различные дефекты внутренней отделки. Здесь отпадает ручка, там кнопка. Land Rover Defender не подойдет педантичным натурам, которые любят во всем порядок и заботятся об эстетике. Мало того, некоторые владельцы отмечают, что после дождя внутри можно обнаружить воду. Да, внедорожник родом из страны дождей, иногда протекает. Ухоженные двигатели, безусловно, демонстрируют приемлемую долговечность. Со временем в трансмиссии появляются люфты, изнашиваются приводные валы и шарниры. Тем не менее, в плане надежности подводят только старые коробки передач. Да и то во многом виноваты сами водители. Просто не все осознают, что Defender по сути тяжелый грузовик, который не любит поспешности. Нажатия педалей сцепления и переключения передач должны выполняться плавно. Несмотря на более интересные характеристики бензиновых версий, от таких автомобилей лучше держаться подальше. И дело тут не в тонкостях настройки карбюратора. Гораздо сложнее найти запасные части. Кроме того, порой отказывает электрическая часть системы управления дроссельной заслонкой. Коррозия – еще один серьезный недостаток. Она атакует стальные элементы – раму и двери. На стыке алюминия и стали. Тем, кто собирается эксплуатировать автомобиль долго, следует провести антикоррозионную обработку и консервацию скрытых полостей. В целом, техническая часть внедорожника не станет загадкой для механиков, которые знают свое дело и знакомы с компонентами Defender. Главное – искать помощь не в обычных сетевых или случайных сервисах, а в точках, специализирующихся на обслуживании британских автомобилей. Там же можно рассчитывать и на профессиональный тюнинг. Но если вы являетесь владельцем Defender, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч. Продолжение следует... So the switching mechanism must be washed at least once a year. Brake system. Brakes with front ventilated disc and rear drum, rarely also disc, mechanisms, ABS possible, correspond to the dynamic capabilities of the car. To push the pedal properly, you have to make a lot of effort. The front brake pads serve about 20,000 kilometers, the rear ones, up to 40,000 kilometers. Suspension. The front and rear suspensions of the SUV are dependent, spring-loaded, with large strokes. The chassis absorbs bumps in the road well, but allows significant rolls during maneuvers, and if you drive over rough terrain, it can break. Rubber metal bushings of the front levers nurse up to 120,000 kilometers, rear, up to 60,000 kilometers. The elastic bands of the Panhard transverse link installed at the front axle are enough for the same amount. The life of a single-ball joint mounted on an A-arm is unlimited, unless its boot was torn when dismantling the arm. All four shock absorbers with a resource of 200,000 kilometers are extremely tenacious, although their bushings may wear out earlier. After about the same time, suspension springs sag, and wheel bearings serve up to 150,000 kilometers. Steering. The steering is reliable, as well as a large turning radius and the need to catch the car at high speeds. If oil flows from the worm gear, along the steering shaft, then the previous owner lost the protective screen installed under the engine and dirt got there. Since 1990, the car has been equipped without fail with the trouble-free hydraulic booster. Its pump can outlive the engine if every 60,000 kilometers or every two years the hydraulic fluid is changed. The damper built into the steering linkage makes it easier to control, but some owners, after the breakdown of this expensive unit, do without it. To be honest, this is the same UAZ, only truly reliable and with a legendary biography. It is inappropriate in the city, and it is not dudes who buy it, but real men, those who live and work in nature. Moreover, extreme athletes and true fans, for whom two or three tens of thousands of greens are a mere trifle. The car was produced with three wheelbase options, approximately 90, 110 and 130 inches, which is reflected in the name of the models. The following types of bodies are considered mass, three, and five-door station wagon SW, station wagon, convertibles ST, soft top, soft top, and HT, hard top, removable hard top, pickups PU, CCPU, crew cab, double row cab, HCPU, high capacity, increased capacity. In addition, flatbed and dump trucks, fire trucks, minibuses, army transporters, etc. were produced in small series.